всем привет друзья вы на канале воин я как обычно собрал для вас самые свежие и интересные новости из мира бокса так что устраивайтесь поудобнее мы начинаем погнали сергей ковалев провалил допинг пробу сообщает инсайдер дэн рафаэль в анализах атлеты выявлен запрещенный препарат синтетический тестостерон инсайдер ссылается на результаты вада похоже что намеченный на 30 января поединок ковалева с беттимиром или кузиевом не состоится промоутер ковалева кэти дуа отреагировала на информацию о проваленном допинг тесте мы ознакомлены с информацией вада ковалев проходя тесты на протяжении многих лет доказывал что является чистым боксером ковалев настаивал чтобы на бой с мили кузиевом мы проходили тесты именно свада так было в последние годы почти всегда сергей утверждает что не принимал преднамеренно никаких запрещенных препаратов мы будем запрашивать пробу b а также проверим его добавки аддон кинг попросил вада пока не включать бибута шуменова и рафаэля мёрфи программу тестирования регулярный чемпион wba в первом тяжелом весе шуменов должен провести защиту титула против мёрфи 29 января в сша промоутер бопарум сообщил что в потенциальном андеркарте боя энтони джошуа тайсон фюри может состояться противостояние компании матч рум против топ рэнк до зон предположил что на турнире могут подраться дмитрий бивол и артур битребеев помимо этого могут состояться поединке тэрри харпер микаэла маэр джошуу буатси элейдер альварес и филипп иргович тони йока камил шеремета оставил послание геннадию головкину шеремета в очередной раз признал силу головкина и подарил его за цену рок-бокса спасибо головкину за бой благодаря ему я знаю сколько еще работы у меня впереди сопромоутер хами мунги и фернандо бельтран надеется что будущее поединка его подопечного с геннадием головкиным прояснится уже в скором времени решение должно быть принято ближайшие дни потому что если бой состоится то нам нужно будет многое распланировать если нет то мы будем двигаться дальше согласно нашему карьерному плану промоутер боб парум назвал возможных соперников терринса кроффорда на 2021 год среди них долгожданный бой с эролом спенсом разговоры которых идут давно а также кит турман переговоры с которым уже стартовали в этом году у терринса будет два боя скорее всего соперником в первом будет не эрол спенс хотя кто знает возможно кроффорд успеет провести поединок зимой ко мне обращались представители кита турмана заявив что тому интересен бой с кроффордом пару дней назад и запросил их условия и полагаю что скоро получу ответ однако если турман действительно хочет 10 миллионов долларов как заявлял то где черт возьми я возьму даже половину этой суммы тефима лопес рассказал что хочет боксировать с победителем поединка между хосе рамиресом и джошем тэйлором то прэнк должен свести меня с победителем без сомнения я бы хотел подраться в великобритании джош тэйлор это тот парень которую я намерен побить это докажет всем что за нашими словами кое-что стоит казахстанский боксер канат ислам узнал дату возвращения на ринг согласно данным бокс рек ислам следующий бой пройдет 20 февраля при этом о сопернике пока ничего не сообщается ислам должен был биться еще в октябре но тогда ему не смогли найти соперника а на этом у меня все друзья большое спасибо за просмотр если видео вам понравилось то поддержите его своим бойцовским лайком это очень помогает каналу в продвижении на youtube и самое главное всем крепкого здоровья удачного дня и увидимся завтра всем пока удачного аппетита